Добрый день дорогие друзья. Привет вам из Украины. Сейчас мы едем из Болграда в Измаил и пользуясь случаем хочу вам показать трассу и все красоты Украины. Моей Родины. Сейчас мы едем по трассе. Недавно выехали из Болграда. И вот с правой стороны у нас озеро Илпук. Болградский называют его Алиман или Гел. На Староболгарском, на Новоболгарском Гел. Это лужа у них как бы. Лужа. А на Староболгарском это озеро. Лиман, Лиман. Лиман. Вот он. Красавец. Кто не в курсе я с молодых корней, зубов и молока был передан Болград бабушкам. И до пяти лет вплотную ездил у бабушек. И русского языка вообще не знал пока мне не отдали в садик. Естественно, я впитал свою душу в сердце. Любовь к этому краю, к этому городу, к этой природе. И каждое лето я сюда приезжал на каникулы. И, естественно, у меня родственники есть и Возмоили. И мы сейчас едем в Возмоилу к родственникам. Сегодня у нас вторая половина февраля месяца 24 года. Сейчас будет знаменитый 13-й километр мы с моим любимым, дорогим дядей. Да, он мне подсказывает, потому что он все равно тоже, сами понимаете, здесь родился и вырос. И знают больше меня. И сейчас будет вот знаменитый пляж 13-й километр. Мы на него добирались когда-то в детстве. Дедушка мой работал. Это будет пионерский лагерь мечта. О, дядя, спасибо большое. Сейчас будет старый лагерь. Кто вот всем болградцам... Пионерский. Всем болградцам болградского района большой привет, кто здесь жил сердечный. Сейчас будет пионер лагерь мечта. В нем когда-то работала моя тетя. Тетя Нелли работала у меня. Вот лагерь мечта. Мы их проехали. Вот лагерь мечта. Это 13-й километр, да? Да. Дальше. 13-й километр это знаменитое место, это такой пляж. И мы добирались на дедушкином катере. Дедушка работал у меня капитаном. Как тогда говорили, было два капитана в Болграде. Мой дедушка Костя и дядя Володя. Капитан была плоскодонка, пионер. А у дедушки был килевой катер, туча. Два капитана. И вот они когда шли после смены, два капитана напивались иногда. Пуянили. Ах, была жизнь веселая. Все еще поезды на праву. Да, сейчас будет вот 13-й километр, да. А ты его знал, да, дядя Сережа или нет, капитана? Да. У них была на пионер плоскодонках катер. Да, я на правду. Вот сейчас вот. Главное не упустить. Вот остановка, смотрите, такая. И сейчас вот. Вот дорога прямо туда, на пляж. 13-й километр. Видите, какая природа интересная. Тут вот пуджакские степи. Такое вот редколесье. И вот очень характерные деревья. Много маслин, акаций. Характерная такая природа интересная. Отличается. Вот как вот вроде бы всего-навсего 180-200 километров от Кишинева, от Болдавии. Но отличается. Вот. А следующее, что будет, дядя? Какой населенный пункт? Криничное. Криничное, знаменитое место тоже, да. Брадьезное хвоение. Ага. Чушмелей. Чушмелей, да, да, да. По-болгарски. Хорошо. Ну вот сколько можно было. Вы насладились природой. Сейчас мы пока выключим камеру. Потом продолжим. Вот мы проехали. Поворот на Чушмелей. А это уже дорога, трасса, по которой автобус едет в Измаил. Обязная, да. Опа. Вот видите, животноводческие. Знаете, комплекс. Построенный в те времена, которые сегодня принято усиленно критиковать. Все, моросиды. Моросиды, да. Заморосило сколько. Заморосило, да. Самое интересное, что комплексы заброшены. Коров нету. А молочной продукции полным-полно в магазинах. Что хочешь. Молоко. Молоко всякое. Йогурты, шмогурты. Сыры, мыры. И ничего. Но зато подъем продаж в странах, там где производится, где много пальм и диких обезьян. Пальмовое масло. Мы же везли с Вовой 22 тонны пальмового масла с отец завода, который сожгли, кстати, в Румынии. Из которого вам делают сладкое, вкусное мороженое, сметану и другие молочные продукты. Остановки, милое сердце. Ну вот. Вот лиман вдалеке. Не знаю, если будет видно. В такой сильной-сильной-сильной дымке. Траса на Измаил. Вот едем дальше. И дядя говорит, скоро будет Озерное. Тоже поселок Озерное на берегу, да? Лимана. Туда на рыбалку ездили когда-то тоже. Такие красивые названия. Пляж красивый. И пляж, да. Эти как название Коса, Озерное. Тринадцатый километр. А Лиман сколько? Километров 60, да? 40. 40. Минимум 40. 40? Да. И самое широкое место... Там Данбас стоит, а потом соединяется с Дунаем. С Дунаем. А сколько самое широкое место в Ямане? Я знаю, 6 километров. На самом широком месте. Осмотрел по карте. На стаде переплыва, скажем, да. А папа мой, когда был моложе, он переплывал Лиман, вот там, где Болград, пляж. Там где-то получается 2 или 2 километра с чем-то. Вот он переплывал. И чтобы доказать ребятам, что он был на том берегу, он с того берега брал веточку абрикос. И приплывал с этой веточкой абрикос в плавках. И говорит, чтоб судорога не сводила. У него была всегда булавка с собой. А мы как-то были еще с этой костей. На середину заходили. Вон обмелел дядя. Тогда там было метра 2 где-то максимально глубина. Глубже, да? А скоро озерные? Кажется, проедем. Ну, главное, людям увидеть трассу, родные места. Кто-то ездил под ней когда-то. Я знаю уже по опыту, что... О, дорога на Рене. О, дорога на Рене, видите, где вот машина выезжает. Вот. Кто знает, пускай подскажет, да. Вольсваген как пошел. А мы не торопимся никуда. Дорога стала чуть лучше. Вот приближается какой-то указатель. Вот дорога на Рене, вот эта, да. Скорее всего, сейчас вот кто внимательно посмотрит. Точно, Ленина право. И Бухарест на право, Румыния. О. Так. Стоят в пицце. Да. Это форус зерна. Наверное. Дальнобойщики стоят. Ванна. Коллеги, коллеги. Вот. Вот. Поселок Броско. До Измаила меньше пяти километров осталось. Всем Бросковцам привет. Ваши родные места кому-то. Мне тоже. Броско. Как тихо идет вообще. О, я тебя любил. Не перестал. Знаю, ты прощай. О, я тебя любил, не перестал. Мощно. И громко влощи. Наша жизнь разделит. Попада. Субтитры делал DimaTorzok 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 Но я тебя любить не перестал Знаю, ты прощать меня устала Но я тебя любить...